Доброе утро. Нет, Харьков. Где говорить? Не буду. Ну что, россиянцы, тут ваш конченый пляшевый, блядь, отмороженный на Сигулову. Карлик тоже отбендировался, как он любит говорить по-дебильному. Спасал мирное население, наверное, да. Если вы верите, что вам говорят по телевизору, вы еще намного тупее даже, чем я думал. Честное слово. Россиянцы, у меня к вам личный вопрос. Как можно быть такими тупыми? Ну или просто молчаливыми, трусливыми, закрывающими глаза на все. Типа, это не у нас, нам похер, да? Ну а нам из-за ваших долбоящеров не похер. Мы вас сюда не звали и никогда не позовем. Ну я даже рад, что мир узнал, кто есть кто. И как кто-то когда-то говорил, в 21 веке фашисты будут называть себя антифашистами. Привет вам, ебаные фашисты в 21 веке. Вот вам, братья-россиянцы, еще ведутся. Какие вы нам тут приветы шли. Красиво. Ой, черти вы. По-другому не скажешь. Журный квартал, супермаркет. Живой квартал. Там тоже вон обломки. А раньше город был Харьков. Очень красивый. Пока же спинерный. Не пакет, не пакет, не пакет. Ну, короче, у нас в Харькове. Рассказы, что. В городе Харькове. Бесконечно долго можно снимать последствия прихода ебаного русского мира. Ебаных россиянцев. Извините за мной французский, но уже у нас в Украине не то время, чтобы отбирать выражения, когда мы говорим про россиянцев. Он дамажил и беру подбирать. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова